Крошечный, но такой необходимый коричневый пузырек есть практически в каждом доме. Водители просто обязаны в своей автомобильной аптечке иметь это средство. Ведь ежедневно мы подвергаемся риску травмирования. Никто из нас не застрахован от повреждений, требующих срочной обработки. Это могут быть падения, ссадины, порезы. Во всех этих случаях йод является хорошим антисептиком, способным быстро уничтожить вредоносные бактерии, попавшие в рану. Уже более 100 лет назад ученые, проведя ряд медицинских исследований, обнаружили благотворное влияние йода на поверхностные раны. Это средство прекрасно справилось с уничтожением болезнетворных бактерий, проникающих в порезы и ранения. Польза йодовой сеточки. Выявляет в организме дефицит йода. Способствует быстрому заживлению ушибов. Эффективно борется с такими простудными симптомами, как заложенность носа, кашель. Йод используют при оперативных вмешательствах, обрабатывая кожу вокруг раны. В быту наиболее распространено использование йода в виде сеточки. Как же ее делать? Можно просто взять ватный тампон, но более удобно наносить рисунок, воспользовавшись косметическими палочками, обмотанными по краям ватой. Это те самые, которыми вы регулярно очищаете уши. Такая палочка идеально проходит в отверстие этой крошечной бутылочки. Достаточно ее просто обмакнуть в спиртовой раствор йода и нарисовать на теле, словно кистью, перекрещивающиеся полосы. Помимо бутылочки, многие производители выпускают йод в более удобном формате, в виде фломастера. Для современного человека, живущего в постоянной спешке, это просто находка. Такой фломастер легко носить даже в дамской сумочке. В таком виде йод не прольется и не испачкает пальцы при открывании. И рисовать сеточку гораздо удобнее. Величина одной клетки должна быть примерно 1 сантиметр. Вот и все. Йодная сетка готова к выполнению своих лечебных воздействий. О каких, сейчас расскажем. Йод не остается на поверхности тела, не испаряется с кожи, а со временем легко проникает в организм, в мышечные волокна и кровеносные сосуды. И там уже орудует вовсю, проявляя свою бактерицидную силу. Белок болезнетворных микроорганизмов сворачивается под воздействием йода. Форма сеточки нужна именно для того, чтобы вредоносные бактерии, собирающиеся в группе, отделялись друг от друга. Попадая в решетки, окаймленные йодом, они отрываются друг от друга, теряют свою силу и быстро погибают. Йод прекрасно справляется с такими бактериями, которые попадают в организм извне, через образовавшиеся раны на кожных покровах. Согласно проведенным исследованиям, почти 30% жителей земного шара живут с недостатком йода в организме. А ведь нехватка этого элемента ведет к снижению иммунитета. Человек становится подвержен резку инфекционных заболеваний. Снижается жизненная активность, замедляется обмен веществ. Клетки организма теряют способность к регенерации. Травмированные места долго заживают. От йода-дефицита страдает щитовидная железа. Развиваются различные патологии. Очень важно наличие достаточного количества йода в женском организме при вынашивании ребенка. Даже если ранее йода хватало, то при беременности его необходимо на 20% больше. Он отвечает за развитие плода. Дефицит йода может негативно отразиться на здоровье рожденного малыша. Это может проявиться как в физическом, так и в умственном развитии. Поэтому, чтобы не рисковать, следует знать, хватает ли вашему организму йода из поступающих продуктов питания, или следует менять рацион. И как же это сделать? Конечно, лучше сдать кровь в лабораторию на анализы. Однако возможность это сделать есть не всегда. В такой ситуации на помощь придет наша уже знакомая йодная сеточка. Достаточно просто утром ее нарисовать, проверить через 3 часа. Если рисунок исчез, это плохой показатель. У вас сильный йододефицит. В этом случае настоятельно рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы он подобрал для вас йодосодержащие препараты. Если нанесенная с утра сеточка к вечеру уже исчезла, это говорит о небольшом недостатке йода в организме. Его можно быстро восполнить, добавив в ежедневный рацион питания морскую рыбу, креветки, кальмары, мидии и морскую капусту. Если же сеточка оставалась видна на коже до следующего дня, поздравляем! В ваш организм поступает достаточное количество йода и щитовидная железа работает правильно. С помощью йода можно излечить кашель. Йодную сеточку при возникновении этого заболевания следует наносить утром и вечером. При сухом кашле йодная сетка быстро помогает найти место локализации воспалительного процесса. Причем независимо от причин возникновения этого кашля. Йод, попадая в кровеносные сосуды, усиливает циркуляцию крови. Однако при температуре тела более 38 градусов йодную сетку наносить строго запрещено, так как это только больше поднимет температуру и усугубит состояние больного. Методы домашней йодотерапии при сухом кашле. При воспалении легких сеточку наносят на грудь, а при возникновении ангины – на горло. Однако имейте в виду, что перед началом лечения желательно провести предварительный тест. Ведь у некоторых людей кожа в этих частях тела очень чувствительна. Чтобы избежать аллергической реакции, необходимо уточнить этот момент. Для проверки следует нанести небольшие мазки йодом на грудь и горло. Подождать 15 минут. И если по истечении этого времени никаких дискомфортных симптомов не проявилось, ни жжения, ни зуда, то можно спокойно рисовать лечебную сеточку. Также йод поможет вам избавиться от простудного насморка. Достаточно сделать несколько штрихов на переносице и крыльях носа. Но делать это следует очень аккуратно, набирая на палочку совсем небольшое количество средства, так как на тонкой коже лица йод может вызвать ожог, кожа покраснеет и в итоге начнет облизать. При возникновении простуды рекомендуется наносить лечебные сеточки на стопы и область вокруг икр. Разгоняя кровь по сосудам, улучшая кровообращение, йод согревает ваши ножки. Йодовая сетка при ушибах. Если вы получили синяк, то на помощь вам придет все та же сеточка. Однако использовать этот метод следует не сразу после получения травмы, а спустя сутки. При любых, даже незначительных травмах, внутренние ткани отекают. Йод в данном случае еще больше их раздражит, что замедлит процесс рассасывания отека. При ушибах следует действовать по такой схеме. Сразу после получения травмы на пострадавшее место положить лед. И только спустя 24 часа, когда опухоль спадет, рекомендовано приступать к лечению йодом. Он способствует снятию ноющей боли, разгоняет кровь, вследствие чего восстановление поврежденных тканей идет гораздо быстрее. Женщинам, готовящимся стать мамами, йод также необходим. Даже если ранее его было достаточно в организме, то во время беременности его потребность возрастает. К тому же, йод помогает справляться с простудными заболеваниями, что очень актуально для женщин в этот период. Ведь при беременности многие лекарственные препараты запрещены. Йод же – это безопасное средство, разрешенное даже маленьким детям. Также йод помогает и при лечении такой возрастной болезни, как подагра. Можно приготовить средства на основе йода и аспирина. Для этого растолочь 5 таблеток самого простого аспирина и смешать с 10 мг йода. При этом полученная смесь при взаимной реакции обесцветится. Этим средством смазывать места вокруг больных суставов 3 раза в день. Курс не более 3 дней. Затем сделать перерыв на 10-15 дней и повторить лечение. Вот такой он уникальный йод. Это средство обязательно должно быть у вас под рукой, особенно при наличии в семье детей и пожилых людей. Ведь именно эти возрастные категории подвержены наиболее частым травмированиям в повседневной жизни.